Мы входим в зимнюю канавку. Небольшой канал, соединяющий мойку и неву. Обратите внимание на арку-галерею над водой. Мы сейчас подойдем к ней поближе. Арка соединяет здание Старого Эрмитажа слева и Эрмитажного театра справа. Старый Эрмитаж был построен специально для большой коллекции произведений искусства Екатерины Второй, а в Эрмитажном театре проводились придворные театральные спектакли и маскарады. Сейчас оба они принадлежат музею Государственный Эрмитаж. Когда галерея была построена, завистники пытались оклеветать архитектора в глазах заказчицы-императрицы Екатерины Второй и пустили слух, что арка очень непрочна и может упасть в любой момент. Екатерина, дабы развеять все домыслы, приказала устроить в галерее грандиозный пир с множеством приглашений. Само собой разумеется, что арка-мост, проект, который был тщательно продуман и рассчитан, выдержала празднество, после чего вопросы о ее непрочности уже не обсуждались. Проплывая под аркой, взгляните налево, на небольшую лестницу, спускающуюся хватит. По легенде, на третьей ступеньке этой лестницы сидит незримый дом Петербурга. Поприветствуйте, сняв шляпу и заходите к нему, когда бывает в центре города. Мост за аркой галерей, на выходе к Неве, знаменит благодаря опере Петра Ильича Чайковского «Пиковая дама», в третьем действии которой Лиза бросается с Эрмитажного мостика прямо перед вами в воды Зимний Канавр. Отсюда происходит второе популярное название этого моста – мостик Лизы. Петербург присылали рабочих не только из ближних, но и практически из всех уездов страны. Ежегодно, во время летнего сезона, их число достигало 40 тысяч. Строители работали по 12-15 часов в день, а вперед белых ночей и круглые сутки. Сейчас... Субтитры создавал DimaTorzok